Итак, значит, нам сказали, что будут занерплены 12 карт, и показали нам их. Ну, давайте мы поговорим об этих самых нерпах. Что оно к чему? Я, значит, буду в игре показывать и рассказывать, какие виды изменений нас ожидают. Значит, первое, хранитель чаще. У него убирается 2 единицы здоровья. Его эффект остается тот же самый, и, значит, цена тоже самая. Так, значит, как я смотрю на этот нерп? Ну, еще до вообще того, как это все показали, когда только начинались первые слухи, давно-давно-давно, да, когда только заговорили о стандартном режиме, вот уже первое же, на что намекнули, что именно хранитель рощи получит нерп. Я полностью это поддерживал, потому что карта слишком сильна. Вот, она пекается абсолютно во все колоды, и абсолютно ноу-брейн, ты вообще ничего не можешь положить, ты обязательно должен положить хранители чаще. Значит, насколько вообще честно снять с него 2 здоровья? Я считаю, что если бы с него сняли с единицу здоровья, то вообще бы ничего не изменилось, и он ровно такой же был бы. Его бы ровно так же бы играли абсолютно всегда и везде. 2 единицы здоровья, это уже более, да, это грубо, скажем так, по-живому режут, но оно, ну, как бы стоит того, оно оправдано. Все равно я считаю, что эту карту играть будут, хотя далеко не так часто, но просто потому что для 4 мана у него слишком офигенный эффект. И 2 урона нормально, и сайленс нормально, хотя да, мы там, сайленс намного можно с паулбрекера, да, брать, который имеет намного больше характеристик, но здесь именно очень важен, значит, эффект, то, что ты выбираешь. Поэтому абсолютно оправданный нерф, и полностью поддерживаю. Стоит ли сейчас получать классические бустера? Не знаю, мне кажется, стоит, если у тебя есть лишние финансы. Почему нет? Значит, следующая карта, которая будет понерфена. Сила природы. Изменяется цена, теперь она стоит 5. И, значит, вместо того, чтобы призывать древний 2-2 с рывком, который умирает в этом ходу, он просто вызывает трех древний 2-2, которые, ну, как обычные существа, выходят на стол, ничего не делают. Ну, не совсем нерф, да, грубо говоря, изменение карты. Карта изменена, она теперь совершенно другая. Я считаю, что вполне обоснованно. Сила дикоперода немножечко сломанная. Карта была, потому что, ну, мало того, что комбинации, да, с пустого стола 14 урона. Но проблема в том, что... Да, с диким рём, я имею в виду. Но проблема в том, что если кто-то ещё и стоял на столе, то очень сильно урон увеличивался, да, одно дополнительное существо, и там уже не 14, а условно 20 урона какие-нибудь прилетали. Это слишком много за ход. И при этом, ну, невозможно это проконтролировать. То есть ты, там, кое-как отбиваешься, отбиваешься, ты оставляешь одно существо условного, там, латеба, да, у тебя куча здоровья, и тут баг тебе комбо, а может, и даже двойное комбо. И всё, и привет. Поэтому, конечно, это всё правильно, то, что убрали, значит, рывок с этих древней. Карта мало будет полезной в Констральтеде, но вполне хорошая для арены. За 5 маны вызвать 6-6 характеристики, это нормально. Вот. Так что, тоже полностью поддерживаю. Древ мудрости. Всё то же самое. Единственное, берёте не две карты, а одну карту. Вторая карта, которой сразу говорили, что будут нерфить, и также были причины для этого, потому что взять две карты, это слишком сильно. Опять же, приведу пример, что ты достаёшь его через энергией, тратишь две карты, и ты берёшь за это две карты. Это слишком много, да, по сути, в темпе ты вообще никак не проигрываешь, ну, никаких минусов в темпе, потому что на пятый ход ты застаёшь 5-5. тратя энергией, получая две карты. А это слишком много, слишком сильно. Да, конечно, значит, срезать одну карту, это довольно сильный нерв, конечно. Но возможность взять полторы карты не существует, к сожалению. Поэтому... Ну, такое. Мне кажется, она всё равно иногда будет играть, хотя не такая популярная. 4-4 за 5 плюс 1, да, плюс одна карта. Это имеется в виду лазурный дракон, не лучше, чем 5-5 за 7. Которая две карты дровает, конечно, вот это лучше было, чем лазурный дракон. Сейчас лазурный дракон будет лучше. Но лазурный дракон это сейчас самый топ становится в классике. Вот, поэтому... Ну, вообще, да, друида... Друида пытаются немножечко расшевелить, потому что друид, он реально как медведь с этой лапой. Он впал в спячку, у него есть одни, значит, карты, которыми он пихает во все колоды, и он ни о чём не думает, ему нет вообще никаких стимулов развиваться, как-то что-то изменять. Не, он нашёл свой идеал, и всё, и ничего не трогает. И ничего его не трогает. Поэтому, конечно, я рад, что друида так нерпят. Следующее. Значит, охотник. Метка охотника теперь стоит единицу вместо нуля. Абсолютно оправданный нерв, потому что мы вспоминаем воину, у которого есть казнь. Казнь и метка охотника это, ну, то же самое, по сути. Я бы даже сказал, ровно то же самое. Да, только здесь это нужно кинуть сначала, потом нанести урон. А, значит, на казнь нужно сначала нанести урон, потом кинуть казнь. Вот. Поэтому то, что они должны одинаковой цены стоить, это, по-моему, очевидно. Далее. Разбойник. Первое. Сквал Глинков. Во-первых, начинает стоить четыре. Во-вторых, уничтожает ваше оружие, наносит урон, равный его атаке. Всем теперь существам только. В лицо не бьет. Значит, это слишком жестокий нерв, мне кажется, они переборсили. Я здесь разделяю мнение многих, что надо было убирать что-то одно. Либо убирать урон в лицо и оставлять Сквалу Клинков за два. Либо делать четыре, но оставлять урон в лицо. Вот. И то, и то, это слишком больно для этой карты. Так бы она была бы вполне нормальная карта и адекватная. Я считаю, что действительно нужно Сквалу Клинков за нерфить. Почему? Потому что вроде бы сейчас кажется, что Разбойник такой класс, который там очень непопулярен. Непопулярен, толку там... Ну, зачем нерфить карты класса, который непопулярен? Да, это же как бы нелогично. Но, с другой стороны, значит, Разбойник непопулярен, потому что слишком много агрессии. И он просто не выживает. Если Разбойнику дать немножечко времени, то он делает глядь. И Сквал Клинков наносит огромнейшее количество урона. Вот. Поэтому, вполне себе обоснованный нерф, но слишком жесткий. Как-то вот такой вот вердикт по этому изменению. Далее. Еще одна карта Разбойника. Мастер маскировки. Боевой клич, выбранный существом, получает маскировку. Да, и теперь все те же характеристики, та же цена, но маскировку на один ход. Ну, здесь такое. Здесь она не нуждалась совершенно, значит, в нерфе сейчас. Это не играбельная особо карта была. Но Близзарды нам это давно объяснили, да, сразу же нам объяснили, еще несколько недель назад, что мы хотим понерфить эту карту, потому что она не дает нам возможности для создания каких-то новых карт. Сильных, интересных. Если они будут получать маскировку, то это будет очень сломанный эффект. Да? Постоянную маскировку. Ну вот, поэтому здесь все обсуждать. Если вот они решили так, ну ладно. Далее. Общие карты. Переходим к ним. Правильно? Ничего же не забыл в классовых. Классовых ничего не забыл. Общие карты. Первое. Липрогном. Наносит единицу, теперь характеристики, вернее, 1-1 вместо 2-1. Что, конечно же, вполне обоснованно, потому что слишком популярные все агрессивные колоды брали Липрогнома. И, значит, Близзарды говорили, что мы хотим немножко агрессию снять. Ну и это логичный ход. Просто снять с лишнюю атаку с Липрогнома. Потому что, если ты ходишь первый, да, и, значит, вытаскиваешь Липрогнома, то он наносит как минимум 4 урона тебе в лицо. Довольно много для единицы. Но так будет 3, так уже все же что-то другое. Все равно я считаю, что много очень единиц, которые действительно хорошие. Ну и даже для агрессии Липрогнома это ничего сверх страшное не будет, да, то, что он уйдет. Потому что, ну, можно взять того же Воргена, например. Воргена плюс комбинации будет с... Как он называется? С абьюзив сержантом. Где он? Вот с ним, вот, бронячим сержантом. Я считаю, что эта карта тоже слегка перебор. Вот, я ожидал, что ее должны понерфлить. Вместе с Липрогномом. Ну, потому что, действительно, за единицу маны тоже очень много наносит урона. Ладно. Не понерфли, не понерфли. Следующая карта. Следующая карта у нас не ты. Жонглер кинжалами. Единицу атаки снимаю. Теперь это 2-2 характеристики при том же эффекте. И, опять же, более чем обоснованно, потому что это слишком... У этой карты идеальные характеристики для двойки, да, но такие, хорошие, обычные. Без заниженных, имеется в виду. И при этом, у него невероятно офигенный эффект. Это несправедливо. То, что сняли атаку, совершенно верно, совершенно правильно. Тут даже, как бы, опять же, легкий нерв. Даже серьезный нерв, я бы сказал, для агрессивных колод. Следующий у нас на очереди... Пролистал я его, может быть? Нет, не пролистал. Чародейский голем. Следующий у нас на очереди. Чародейскому голему убирают рывок, добавляют 2 к здоровью. То есть, теперь это 4-4 характеристики. С тем же боевым ключом, значит, ваше противенье получает кристалл манны. Ну, это абсолютно мертвая карта теперь стала. Хотя я, опять же, согласен, что и эту карту нужно было изменять. Потому что она слишком агрессивная, она слишком быстро... За 3, значит, единицы манны, рывок 4-2, это слишком сильно. Перебор. И, ну, даже вот вроде бы... Изначально, да, раньше это вообще не вызывало никаких проблем. Потому что слишком сильный боевой клич был. И когда агрессия не была настолько агрессивная, скажем так... Как бы она не волновала никого. Не волновал никого Чародейский голем. Но сейчас все изменилось. Сейчас все намного жестче, намного быстрее, значит, идет урон в лицо. Поэтому Чародейского голема нужно изменить. Превратили в абсолютно мертвую карту. 4-4 за 3 манны, это фигня. Теперь ни на арене не возьмешь, ни констракты, где никто не будет никогда брать. Забыл я о другой двойке. А именно о... Значит, сове. Где сова? Вот, сова. Железноклюв. Значит, теперь он стоит 3 манны. При том же тексте, при тех же характеристиках. Ну, что здесь сказать. Вообще, когда вспоминается история, значит, Хардстона, в классике Сайленс использовали преимущественно контроль колоды. Да, еще данных с Рамасом. И использовали они, значит, разрушители заклинаний. Он же спалбрейкер. Контроль колоды не использовали железноклюва. Потому что характеристики у него были плохие. И, значит, разрушитель заклинаний выглядел намного лучше. Немного использовали в рашах, в каких-то агрессивных колодах. Но их самих по себе не так уж много было. Которые на существах, да, которые таунты очень не любили. Поэтому, тогда это выглядело все неплохо. Сейчас, постепенно, да, после того, как вышел на Ксрамас, уже начали и контроль колоды. Полностью отказались от спалбрейкера. Начали переходить на железноклюв. Потому что слишком большая агрессия. Сайленсить нужно сразу моментально. И, соответственно, ты уже не можешь ждать 4 маны. Тебе приходится кидать железноклюва. Он слишком необходим стал всем. После этого вообще отказались от него. Потому что это слишком медленно. Я имею в виду для контроля. А вот зато всевозможные раши с удовольствием его кидают. Делают бесполезными, например, деревья. Которые 5-10 у друида. И, то есть, действительно, эффект немоты должен стоить дороже. 2 маны слишком мало для эффекта немоты. Вот. Поэтому, то, что ее сделали ценой 3, я полностью поддерживаю. Я не поддерживаю то, что ей ставили те же характеристики. Я считаю, что характеристики надо было повышать. Потому что так убили карту. Так бы она, ну, вроде как... Ну, так для арены она абсолютно мертвая. Ее невозможно играть на арене. Если бы подняли, ну, сделали 2-3, например. Это было бы нормально, более-менее. Да, 2-3, мне кажется, самое адекватное. Тут именно не в том, что тебе нужно понерфить карту. Тебе нужно просто сделать дороже эффект немоты. В этом главная цель. Данного вот изменения. А они решили, ну, давай увеличим, давай увеличим. И все. И без каких-либо дополнительных. Вот. Если бы она была 2-3 за 3 маны, я считаю, что это было бы самое правильное для этой карты. Четверки 3-4, значит, спеллбрекеров, не будут брать агрессивные колоды. Потому что это слишком дорого. И это здорово. И будут брать какие-то контроль колоды. Было бы нормально. Ну, и он для... То есть, сайленсу нужен именно контроль колодов. Он не должен быть необходим для раши. Раши должны другим чем-то справляться. Не с сайленсами. Сайленс чит получается. Вот. Далее. Что у нас есть? Ага. Следующая тройка. Следующая тройка, которую использовали все на свете. Всегда. И даже зоулоки использовали под конец. Опытный охотник. 3 маны 4, 2, значит, уничтожает с атакой 7. Что изменили? Добавили 2 к мана косту. Теперь он 5 стоит. Абсолютно заслуженно, абсолютно правильно. Потому что... Ну, это невероятно сильный боевой клич. Невероятно сильный боевой клич для, значит, карты, у которой характеристики близки к идеально. Да, ну, минус 1 к характеристикам. И настолько сильный боевой клич. Невозможно сильные карты. И, конечно же, конечно же, конечно же. То, что его нужно было повышать в цене, это 100% логично и правильно. То есть, учитывая, что люди пользуются, да, постоянно, там, все докторы Бума вставляют, Рагнароса вставляют и прочее. То есть, у существа, как правило, именно вот эта вот. Атака 7. Зачем ты будешь использовать, значит, пристовский, пристовский дес, зачем его использовать за 3 маны? Если ты все равно целишься, как правило, именно в очень больших существах. Если можно, брать просто БГХ. Которая тебе еще существо 4-2 достает. Поэтому... Ладно, пропустил, а хрен с ним. Где он? Поэтому, опять же, нерв 100% правильный. Пропустил. Не важно. И я... Все как надо. Иногда, я думаю, он будет все равно играться в каком-нибудь контроле. Войне, может быть, будет играться. Хотя нет, я думаю, он... Это все же подстегнет вообще классы использовать свои личные ремовы. Коих у многих довольно много, а... БГХ оставить в покое. Потому что тоже карта, которая пихалась абсолютно везде и всегда. Неправильно. Любые карты, которые пихаются везде и всегда, это всегда плохо. Значит... И последний... Последний нерв. Это Огненный Великан. Теперь он стоит 25 маны изначально. Ну, что сказать здесь. Считаю, что Огненный Великан... Да, это карта, которая такая была очень... Трудная. В какой-то момент абсолютно переворачивала игры. Значит, слишком много... Ну, 10... 10 здоровья это еще довольно много, да? Если ты после этого можешь полностью зачистить стол и еще и какие-нибудь таунты наставить. Огромные, непроходимые. Поэтому... Ну да, пожалуй, это правильно. То, что и занерфили. Но слишком жестко, мне кажется, занерфили. Почему жестко? Потому что, например, с Варлоком теперь играя ты не можешь вообще... Разыграв Джаракс, ты никак не разыграешь Мольтинджайдов. Вот вообще никак. У тебя должно быть минус... Значит, 0 здоровья для того, чтобы ты их за 10 выложил. В этом, конечно, сильный минус. Но все равно Мольтинджайдов можно будет играть через какого-нибудь мага, который делает Айс Блок, играя через Рено Джексон, например. Поэтому, ну... Ну да, жалко немножечко мне даже. Такой нерв. Но он тоже имеет смысл. Ну, собственно, на этом все. Все нерфы я вам показал. Соответственно, с некоторыми, ну, не совсем согласен. Но, в целом, всем нерфам я рад.